В 2020 году в Рязани и области все политические решения так или иначе были связаны с эпидемией. Ключевое из них – губернаторское, о своевременном введении ограничений. Потери были минимизированы, как, впрочем, и вся политическая борьба в дальнейшем. Первая половина года прошла под тотальным превосходством губернатора. Николай Любимов вообще был в этом году и контролером, и корректировщиком. Именно благодаря этому регион практически весь год в сводке зараженных в третьем столбике. В числе самых ответственных. В конце прошлой недели я подписал распоряжение о продлении до 7 августа режима самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания. Этой датой мы завершаем период самоизоляции для данной категории жителей. После 7 августа и они смогут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места. Понятно, что сентябрьские выборы в областную думу в годовой политической повестке стоят особняком. Даже несмотря на, казалось бы, главное событие года – голосование по изменениям в Конституцию. Официальные итоги по поправкам. Явка 70%, разница в тех, кто за и против – 370 тысяч. Число голосов участников голосования, подданных по позиции «Да» составляет 499 716 человек. В процентах это составляет 78,81%. По городу Рязани, соответственно, 75,8%. Число голосов, участников голосования, подданных за позицию «Нет» составляет 129 104 человека. В процентном соотношении это 20,36%. Если выделить город Рязань, то в городе Рязани это 23,2%. Возможно, такой же активности ждали политологи и на сентябрьских выборах в областную думу. Но первые партийные лица в гонке участия практически не принимали. Ни Сергея Миронова, ни Владимира Жириновского с его бронепоездом в Рязани замечено не было. Явка составила всего 32%. Самая низкая за последние три цикла. Но даже несмотря на это Николай Любимов, как локомотив партии власти, привел ее к победе и в этот раз. В том числе на волне собственного авторитета. Неудивительно, что спустя пару месяцев он возглавит региональное отделение «Единой России». Я искренне благодарю всех, кто участвовал в организации выборного процесса. Благодарю жителей Рязанской области за то, что приняли участие в голосовании. За поддержку партии «Единой России», за доверие ко мне, как к лидеру списка партии. Теперь предстоит большая серьезная работа по улучшению качества жизни жителей Рязанской области. Со своей стороны, как губернатор, я сделаю все возможное. Список областной думы по итогу обновился практически наполовину. Попадание в нее представителей трех новых партий – очевидный плюс. Так называемый запрос на обновление политических элит в обществе понятен. А вот кадровая политика трех новичков – безусловный минус. В следующем году выборы в Госдуму ресурса для борьбы у них фактически нет. Вопрос возникает, насколько эти новые партии смогут действовать уже на уровне федерального. Потому что, опять же, если посмотреть, то там одна партия участвовала в восьми регионах, другая в пяти регионах, соответственно, это одно. Если, соответственно, посмотреть ресурсы, нужные для 85 регионов, то они нужны уже в совершенно другом количестве. Если посмотреть, ну, от той же партии Перлепинской за правду и от новых людей вошли люди, депутатский мандат, которые заводили региональное отделение, которые большинство рязанцев неизвестны. Известность обычно получают за реальные дела и улучшение жизни электората. Это если выражаться языком депутатов. В этом смысле, конечно, самым знаковым в Рязани стал проект поддержки местных инициатив. Шесть общественных территорий. Четырнадцать дворовых. Двадцать четыре реализованных проекта. Эти цифры в графе благоустройства явно добавили настроение рязанцам. Например, появление детской площадки в строителе жители микрорайона назвали прорывом. Депутат областной думы Светлана Воронакова открытие игровой площадки транслировала напрямую в социальную сеть. Мы привлекали, естественно, жителей, особенно мамочек, потому что они знают, что детям больше нравится. И, конечно, вот этот выбор, вот этого комплекса, это вот, ну, просто выстрел, потому что дети, вот сейчас я даже разговариваю, им нравится вот именно лазить. Лазить, прыгать. Вот эта вот динамика, которая в них, энергия, которая в них есть, она, конечно, выплескивается здесь. Спикер городской думы Юлия Рокотянская в этом году тоже была энергичной и не теряла медийность. Городские власти вложились в строительство пристроек к детским садам, помогли с ремонтом Дворцу детского творчества и Рязанскому МКЦ. И это только видимая часть айсберга. Эта практика будет продолжена. Она одобрена на федеральном уровне, эта практика. Для нас это очень важно. И те средства, которые к нам поступают, это средства в части очень важных таких моментов, финансальных пронектов, которые говорит нам наш президент, она будет продолжаться. Мы всячески будем максимально этому способствовать, есть депутатский корпус. Итоги политические подкрепила экономика. Феноменальный урожай, хорошие показатели по молоку и по мясу значительно улучшили наполнение главного кошелька региона. И это, безусловно, главный плюс. Сильные тряски в 2020 году рязанской политики избежать удалось. Этому во многом способствовали федеральные власти, раз за разом добавляя денег в бюджет региона. Именно поэтому и в городе, и в области постоянно что-то латалось, возводилось, строилось. В следующем году обещают темпов не снижать, как не снижали их вы, раз за разом обращаясь к нам со своими коммунальными проблемами.